Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Последние несколько месяцев президент Казахстана Такаев вынашивал планы по созданию крайне выгодного и дешевого транзитного пути из Азии в Европу по территории России с целью организации легального беспошлиного транспортного коридора, по которому Казахстан планировал поставлять в ЕС свои товары и товары третьих стран. Проще говоря, создать полноценный казахстанский перевалочный хаб со своим беспошлиным транзитным транспортным коридором прямиком через Россию в Евросоюз. Впервые об этом упомянула пресс-служба Такаева в конце прошлого года, а уже в этом году началось активное лобби. Если Казахстан хочет что-то продать или что-то купить в Евросоюзе, то он доставляет эти товары железной дорогой через территорию России. За это Астана платит экспортные пошлины в российский бюджет. Обычная практика. Так работают по всему миру. Но Касым Жамарт Кемелевич Такаев известный многостолец. Используя свое положение в Евразийском экономическом союзе, макроэкономическая зона России он начал лоббировать. Чтобы Россия при казахстанском транзите перестала взимать экспортные пошлины и установила для Казахстана внутренние ставки на железнодорожные перевозки. Это так, как у нас сейчас внутри союзного государства России и Беларуси. Таким образом, у Казахстана появляется свой личный транспортный коридор, по которому он может пускать свои и чужие товары практически беспошлино. Как следствие, это повышает конкурентоспособность экономики Казахстана, а вдобавок позволяет ЕС избегать российских ограничений на транзит и продавать свои товары в Азию в неограниченном количестве, уплачивая копеечные тарифы за перевозку российской железной дорогой. Напомним, что Россия закрыла для большей части европейских перевозчиков свою территорию и они вынуждены переплачивать посредникам, либо пользоваться услугами российских компаний. Приехав на евразийский саммит, Касым Такаев начал предлагать руководству Высшего Евразийского экономического совета свою задумку под соусом евразийской интеграции. При этом в этот самый день Такаев высказался, что союз России и Беларуси – это проблема для него, а на предложение Лукашенко вступить в союзное государство ответил в откровенно хамской форме. Владимир Владимирович на все это посмотрел, подумал и публично отказал Такаеву. На ходчивости Путина, разумеется, нужно отдать должное. Можно, конечно, было просто отказать с формулировкой «Россия эта инициатива неинтересна», но президент принял более грамотное решение, разрешив Казахстану возить к себе европейские товары по внутренним тарифам. Но без права использования этих тарифов при экспорте на европейский рынок казахстанских товаров и товаров третьих стран. Во-первых, по этой транзитной ветке мы можем завести интересующие нас самих европейские товары, закупив через казахстанские компании и выгрузив прямо на пути следования поезда у нас в России. Во-вторых, Такаева интересовал свой собственный транзитный коридор и хаб, в котором ему в итоге Путин отказал. Из открытых источников в третьих получился хороший публичный пример для нынешних и будущих участников Евразийского экономического союза. Всем наглядно продемонстрировали, что Евразес – это экономический макрорегион, но никак не лавочка, где абсолютно все хотелки участников будут просто так удовлетворяться. Хочешь сидеть на двух или трех стульях – пожалуйста. И у тебя даже при этом будут расширенные торговые возможности. Но если ты начинаешь интегрироваться глубже в рамках союзного государства, вот именно здесь начинается самый сок с такими возможностями, о которых ты и мечтать не мог. В принципе, именно это Александр Григорьевич и пытался втолковать Косыму Кемелевичу, но, как видим, пока тщетно. Жозеп Боррель просто не понимает, какую чушь он несет, когда со своей прежней мантры про санкции работают и экономика России порвана в клочья, он вдруг переключился на противоположную мантру «санкции – это медленный яд». Забавный такой дедушка. То есть он почему-то считает, что у России времени нет, а вот у Европы с Америкой – сколько угодно. То есть Россия сидит на своих ресурсах, кормит себя, обувает, одевает, а чего не хватает, продаст Китай, и они правда думают, что при забеге на длинную дистанцию упустим. Еще буквально 2-3 года назад ходила фраза, и вполне справедливая, кстати, мол, вы не понимаете, у Америки время на исходе, у них буквально последние 3-4 года, чтобы остановить Китай, потом они его уже просто никогда не догонят. Забавные ребята. То есть им надо останавливать Китай, а они в Россию вцепились, Байден – точно гений на все века, вместе со своей Клинтоншей, Блинкеном и прочими вашингтонскими ятребами-неаконами. Давайте посчитаем, Европа лишилась российских ресурсов, Европа будет вынуждена конкурировать с Китаем за ближневосточные ресурсы, причем речь о сегодняшней, обнищавшей Европе, куда уж ей конкурировать. И, наконец, у Европы отобрали ее главный сырьевой придаток – Африка. Спасибо мускулистым ребятам с хорошим музыкальным вкусом. Это реальный итог. Тут прошла без должной оценки шикарная новость – на европейской бирже была зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию. Чтобы понять масштаб этой катастрофы, наверное, надо уточнить кое-что про биржу. Фьючерс – это что такое? Это сделка на будущее, через полгода, допустим, я куплю столько-то гигаватт часов электроэнергии. И, как бы, все, ты должен либо продать кому-то другому этот фьючерс, либо исполнить обязательства. И что мы видим? Спекулянт не смог никому продать. Раз, не смог продать даже со скидкой. Два, он не смог даже подарить никому этот фьючерс. Ему пришлось приплачивать, чтобы хоть кто-то снял с него это обязательство купить электроэнергию. И что это значит? В Европе уже никому не нужна электроэнергия. Загубили промышленность. Как только упало потребление, стало можно не топить. Все, промышленности уже нет, никто не берет энергию. Заметьте, не то, что со скидкой, а даже даром никому не нужна электроэнергия. Это до чего же довести надо было старый свет. Уму непостижимо. Однако, это лишь начало комедий. Впереди все гораздо более интересное. И самое смешное, что сегодня доводится с регулярностью слышать, это истерические завывания. Да вы хоть представляете, что будет, если вот мы сейчас промедлим, если Европа и США переведут свою экономику на рельсы? И что же будет, позвольте спросить. Вот почему-то считается, что если кусок ерунды положить на рельсы, то он резко куском золота сделается. С чего ли? Давайте по фактам. Экономика. Она и есть экономика. Ее законы не приложены. И рельсы тут ни при чем. Немцы приехали в Россию с одним вопросом. Вы сможете пустить газ? На родине этот шаг не оценили. О скандале, развернувшемся потом в Германии, рассказала Мария Захарова. Самая страшная для Запада ситуация, когда электорат знает правду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе экономического форума. Она обратила внимание, что недавно, например, немцы приехали в Россию с одним единственным вопросом. Журналисты хотели получить ответ в Москве, потому что знали, что дома правды не добьются. Их вот что интересовало. Вы, мол, сможете пустить газ немцам? Ну, в хорошем смысле слова. По оставшейся нитке трубопровода Северный поток. То есть сможем ли мы, если такое решение будет экономически согласовано? Технически это возможно? И сколько на это время не потребуется? Они получили ответ, официальный, несколько недель, подчеркнула дипломат. Однако на родине этот шаг журналистов не оценили. Так, правоохранители в Германии тут же объявили немецкое издание Компект вне закона. Почему? Как у Оруэлла. Мир посправды не терпит правды, не терпит реальности, не терпит истины. Они закрывают все, они глушат все, что напоминает им об истинном положении дел. Вот и все, констатировала спикер МИД России. Она также рассказала о вопросе японского журналиста, который прозвучал во время брифинга. Он начал говорить, ну что, как вы там? Надо в таком случае им просто приводить факты. Я сказала, не знаю уж, как вы называете то, что вы с нами делаете, но результат-то обратный. Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже вести в отношении нас ограничения незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику, разрушили свою. А экономика России, даже по данным международных валютно-финансовых институтов, занимает лидирующие позиции в мире. И это с учетом той санкционной, которую развернули страны Запада, подчеркнула Захарова. И опять же, к тем же самым японцам. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы. Я не люблю говорить слова никогда и навсегда. Но все же реально понимают, что пришедшая сюда автомобильная продукция других стран так легко уже не отпустит наш рынок. Поэтому в Японии занимаются самобманом. Европа вновь и вновь наступает на те же грабли, но при этом продолжает утверждать, что США просто гениальные партнеры.